В Волгограде сохранилось не так много домов с эпохи, когда город еще назывался Царицын. Чтобы сохранить частичку облика города того времени, инвестор Денис Шелихин выкупил здание 1890 года постройки. Сохранил его внешний облик, а внутри открыл креативное бизнес-пространство, которое теперь привлекает гостей и жителей города. У нас каждый день обязательно кто-то фотографируется на фоне фасада. А каждые выходные фотосессии, свадебные, лавстори, потому что людей невозможно заставить фотографироваться на фоне чего-либо насильно. Они это делают естественным путем, приходят, значит им это нравится. Это как раз и есть самая главная общественная оценка того, что это сделано правильно, качественно отреставрировано и людям это нравится. Об успешном примере инвестиций в старинное здание Денис Шелихин рассказал на форуме инвесторов историческую недвижимость ярмарка домов. Эксперты в этой области из шести регионов России обсуждали, какие выгоды несет реновация старых зданий и для инвесторов, и для муниципальных властей. Например, тех домов, которые остаются пустыми после переселения граждан. Предприниматели получают возможность реализовывать свой бизнес в уникальных зданиях, а город не просто сохраняет исторический вид, но и вдыхает в него новую жизнь, которая привлекает туристов и новые инвестиционные проекты. Самое главное, чтобы здесь всегда была жизнь, чтобы здесь всегда были какие-то активности. И чем больше придет сюда новых собственников, готовых здесь жить, готовых здесь развивать свои бизнесы, тем привлекательнее будет центр, в том числе и для туристов. Форум проходил в течение двух дней. Кроме лекций, семинаров и круглых столов, гости также стали участниками игры аукциона, где, играя по правилам настоящих торгов, потенциальные инвесторы обсуждали, на что надо обращать внимание при покупке или аренде исторического здания. Предлагали свои идеи и проекты. Возможно, участие в игре поможет кому-то решиться на приобретение пустого ветхого дома в историческом центре города и сделать из него еще одно место привлечения горожан и туристов. Андрей Горгуленко, Николай Епифанов. События.